х я в этом штуки мы продолжаем пройдите рука названием never alone поехали девочка письма запали воду перегонировали и мак афи так и император проглотчен и так и он июка и затянуло внутрь ледяные пещеры под водой надо же как же они не приняли хоть в ясную погоду куна саюка было хорошим охотников в метель охотиться никак нельзя удержите чтобы плыть вот почему на реле не утонула еще жизнь и вышивание в арктической части аляски охота важная часть жизни просто куда-то пойти что-то приготовить важно принести еду на стол а что более важное цель охоты не только обеспечивать необходимое отдельную всякую семью но она кремит всю общину я думаю в этом заключается красота охоты на аляске именно то что люди отправляются на охоту и добывают оленей и тюленей и китов и первым делом не говорят надо отнести это старейшинам дело не в выживании одного единственного человека или одной семьи это касается всей общины мы не просто отправляемся на охоту убиваем а потом мы рассказываем добычу в холодильник охота скорее ритуал который научила меня моих родителей все делал к отношению не знаю думаю если делай в очень тесных товарищных отношениях и отправляется на охоту на суше или в океане все равно что снова настроить на нужные русла мне нравится быть охотиться лично я когда попадаю туда оказываюсь в мире у которого я учусь ага окей так подождите у нас два варианта а прежде чем я туда пойду давайте пойдем в эту сторону мне просто интересно на самом деле куда мне идти типа наверх есть проход но как туда попасть о быстрее можно плыть на из ну и как мне а лифт местный я просто не понял почему призрак у меня падает из-под ног ушел не я вниз не хочу а подошли все правильно мне вниз надо я шуток как раз прошел как не сюда попасть так назад вернись да это чисто игра для двоих типа я становлюсь на какую-то часть и туда этот дух летит так так нахера ты туда летишь ты можешь девочку посадить ну ладно поехали туда попробуем адьес детка а дождя подожди что мне делать как нет что а готова паркур паркур как и и и и и и и ну на ну на короче у нас наш пёсель управляет духами был бы прицел нормальный так ну чё ты сидишь так подожди а тут можно как-то попытаться не не хочет ладно короче с помощью лисенка нужно призраков создавать вот вот Так, ну надо, давай, раскатываемся. Так, вниз. Управление не очень отзывчивое, если честно. Нифига на увеличить. Бим, полетели. Аж с ветерком пролетел. Чисто спиной залетел. Как нифиг делать. Аж с ветерком пролетел. Ты начинаешь сочувствовать, что все все дух и все обладают сознанием. И все. Все живое. И если все живое, значит, мы будем все уважать. И если мы хотим использовать природу, мы будем... Вот я стараюсь объяснить своим племянникам и племянницам. Нужно заботиться о животных, которых мы любим, которые ты ешь, пищу, которую ты ловишь. Вода обеспечивает тебе лед, дарит тебе жизнь. Он дает тебе все, что нужно, и является частью твоей жизни. Это то, с чем я вырос. Я рос, и частью уважения к животным. Для меня это в этом причина того, почему мы инуиты, наша культура, наш народ инуитов смогли выжить. Окей. Так, ну, смотрите, в принципе, какой-то процент мы уже с вами довольно большой прошли игры. Так, ну, нам обратно, получается, просто надо. Давай, норка, поехали. Норка очень медленно передвигается в воде. А, подожди. Короче, с помощью норки, я понял, я должен под водой сделать амплие. Нет. Ты не можешь сделать амплие в воде? Странно. А, все увидел, хорошо. Как она медленно в воде передвигается та жесть. Хотя девчонка тоже в воде не очень быстро передвигается. Поделиться, чтобы выжить. Я думаю, центральное место в верованиях принадлежит идея о том, что необходимо делиться. Старайтесь накормить общину, кормите других. Вот почему мы охотимся в старые времена, ведь именно это было необходимо для выживания, верно? Делиться очень важно, потому что выжить общение вместе и общество. Мы просто даем. Именно так мы растем. И таким мы будем всегда. Мы такие, потому что мы всегда, в первую очередь, думаем о других людях. Если бы старое время наше народ не действовалось вообще, мы не смогли бы выжить в это суровом климате. Есть где-то правда в этом. Вот чуть. Так, давай, 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 цепляемся. Клик-лик-лик-лик-лик, прыжок, клик-лик-лик-лик, прыжок. Подожди, нам на ту сторону надо. Что ее так передергивает? Ладно, плевать. А, понимаю. Я замечу, что мы все еще внутри кита. Есть ли такая вероятность, что на самом деле девочка уже мертва? Девочка, описывается в летели. Наружу, через дыхание кита. Их подбросило высоко в воздух. Как будто они падали прямо в небо. Девочка, описывается, выбросила на берег. Рядом с прибрежем, чего-то там. Однажды он задумался, в чем причина такой погоды. О, ночное небо, прикольно. О, это часть корабля. Остров Кинг. Острова Большой Диомид. Эти три острова свеобразный мост, которые связывают Америку и Азии. Остров Кинг – один из красивейших мест на побережи Аляски. Только представьте, скалистый остров, который взмывает ввысь из воды. Ввысь из воды, а потом внезапно переходит взгляд вверх и видишь из-за льда. Они были построены высоко на скале из-за льда. Остров находится на берегу. Там ветры подкачивают лед с острова на высоту до 15-18 метров. Сегодня постройки там по-прежнему остались, и некоторые люди возвращаются на остров Кинг. Это растет по мере того, как люди возвращаются на свой остров. Ничего. Ну, какой-то остров пустоватый. Не думайте. Очень сильно пустоватый. Так, я маски вижу. Это место было покинуто с давних времен. Постоянься судьбу в деревне девочки. Постоянься судьбу в деревне девочки. Шепот. Хотя духи нам помогают и боятся духов. О-о-о-о. Бац. На соплях держится. О-о-о-о. Ну, пистец у нас не заберется, понятное дело. О-о-о. О-о-о. Северное сение. О-о-о. 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 И чё. О-о-о. 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 ну ладно и так можно залезть так тихо тут писец не заберется как я понимаю да ладно тогда его нужно будет сейчас поднять наверх северное сияние ничего все равно здесь в виде духа показано завернуть я не красивые когда я был маленький моя мама начинала нас рисовать при появлении северного сияния су они живы просто себе дальше и это сияние это как будто сможешь его услышать иначе уставлен нам больше она объяснила мне это дети дети покинувших наш мир еще маленькими не надо слишком привлекать их внимание так она говорила потому что они могут сыграть с тобой плохую шутку сыграть в экстременцию футбол ведь эти дети и они хотят играть поэтому не играйте на улице не надев если ты не наденешь капюшон дети сияние спустятся на землю и снимут твою голову и будут играть ее и футбол дело не в том чтобы они хотят сделать что-то плохое и это не история с прошилкой или что когда-нибудь в этом мире просто так она была такая история это легенды даже понимаете у них там такие легенды капюшон один девчон самое сильное стремится и ямы вниз ибо они все поиски тихо слушал сегодня один капюшон на мудрости старейших короче я главное не попадаться в руки интересно что будет давайте просто попадемся специально она меня просто забрали ну блин мне было интересно а если за харька буду играть короче в основном нужно девчули контролить все делай это происходящее что из себя северное сияние представляет хотите выжить так не понял харька тоже могут поймать стой на месте ты что гонишь тихо 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 назад возвращаемся так хорошо они дальше не залезу зараза в принципе максовой забрать ну ладно тогда пускай что там было ничего да да вы издевайтесь но какой черт он прыгнул тупой хорек не буду рисковать ой залезь просто пожалуйста так месяц и ночи ноября на небе нет солнца поэтому в темное время мы продолжаем при свете луны тогда все вокруг хорошено в серебристые темные тона до самого горизонта можно различить где стоит и потому что тепло от них поднимается вверх и нам видно его сияние в луном свете на фоне темного горизонта напрочь лишившего если кто-то кричит можно понять кто это был по тому откуда доносился звук а еще по поднимающимся вверх облаку пара от дыхания сияющего в лунного света все вокруг имеет невероятный сериалистический вид темные предметы находятся очень близко предметы очень далеко мне интересно как мне что мне дальше делать и что мы и а короче это я просто за предметом пошел я понял я дурень ну слушайте зато здесь можно истории послушать и а и и а и и и и и и Так, подожди. Так, подожди. И что вы мне предлагаете, подожди. А-а-а. А как зацепиться? Все, зацепился. Успею, успею, успею. Фу. Так лиса сама запрыгнула на этот сраный ящик. Я что, виноват? О, бля. Это за что? Мне жопа горит. Так, я понял. Ну, хоть он там теперь сидит. Фу, и пнула, а она теперь вздохла. Так, иди на эту сторону. Чтобы никаких проблем не было. Ждем. Да ну, куда он сам побежал? Почему я должен переигрывать одно и то же за Иза? Движение моих компаньонов. Не из-за моих проделок. Ну, просто я хотел пробежать сам. Ну, собачонка эта странная, решил посидеть, подождать, пока его заберут. Продолжение следует... Короче, и моего хорька могут забрать, и девчонку забрать, поэтому надо за всеми следить. Нихера, я по нему бегаю. И я упал. А я даже в руках не был. Я понял. Успел! Плевать, написали. Ладно, он умный. Песель умный. Но не сейчас. Ну, я уже до сюда дошел. Я уже прошел это сияние. Ну, пожалуйста. Как-то девочка, ей пиздец, достигли вершины утюсов. Начался еще больше жестокая метель, чем прежде. Начался еще больше жестокая метель, чем прежде. Почему ты спрыгнул, почему ты спрыгнул? Давай, охорек, побежали. Ну, как обычно, ну, как обычно. Уровень не очень. Давайте скажите, что это был я, только что виноват. То, что это я решил прыгнуть, а не пёсель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тихо, тихо, тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАЙМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАЙМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАЙМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи болу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Лавинка давайте, но этой грустной ноте мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА